Всем привет! Сейчас в Египте самое хорошее время для отдыха – бархатный сезон. И если нет возможности поехать туда по путевке, то всегда можно полететь в Хургаду и Шарм-эль-Ших своим ходом через Каир. Поэтому сегодня я хочу поделиться с вами своим опытом такого путешествия с транзитом в Каире. Мы долетели до Каира компании Аэрофлот и заселились в отель Ле Пассаж. Он идеально подходит для транзита, потому что находится в зоне аэропорта и предоставляет бесплатный трансфер туда и обратно. Отельный автобус забрал нас сразу же на выходе из терминала. Это очень удобно. Отель мы забронировали сами на сайте booking.com. Купили номер без питания, но питание при желании можно докупать в самом отеле. В отеле несколько ресторанов. Один работает по системе шведский стол. Завтраки и обеды почти одинаковые, а математика ужинов каждый раз разная. Мы застали вечер египетской кухни и очень вкусный рыбный ужин. Есть еще итальянский ресторан по меню и азиатский ресторан тоже по меню. Всем привет! Сегодня мы пришли в главный ресторан нашего отеля, чтобы купить шведский стол на обед. Мы также покупали шведский стол на ужин, на завтрак пробовали. Здесь у меня разные салатики, суп. Вот так выглядит сам ресторан. Здесь шведский стол, завтрак, обед и ужин, но стоимость номера не входит, нужно докупать. По 10 долларов приблизительно стоит завтрак, по 15 долларов стоит обед или ужин. Напитки бесплатные только на завтраке. На обед и ужин, например, напитки за дополнительную плату. Итак, наш обед. Здесь самые разные овощи, соусы. Тертый сыр и сухарики. Здесь у нас тоже разные добавки. Здесь в отдельных тарелочках раскладываются разные салаты, иногда бывают очень вкусные. На ужин здесь как-то были суши и рыбные салаты. Здесь обычно соленья маринованные, иногда бывают очень вкусные египетские соленья, соленые лимончики. Здесь у нас еще разные готовые салаты и нарезки колбас. Маринованный чесночок. Два разных вида супа. Здесь у нас рыба с миндалем. Это сибас, филе сибаса с миндалем. Здесь у нас кусочки говядины. Куську по марокканскому рецепту. Здесь у нас рыба в постешном маринаде на гриле. Там рыба на гриле. Там еще курица. Овощи. Паста. Разнообразный гриль. Картофельный гратен. И тушеные овощи. Пойдемте с вами дальше. Покажу вам также ассортимент выпечки и сладостей. Здесь у нас фруктовый салат. Здесь у нас накрыт пудинг ум али. Самые разные десерты. Красный бархат. Кстати, тоже очень часто здесь дают фрукты. Правда, мектарины очень твердые, зеленоватые. Восточные сладости. Базбус, кунафы и самые разные сладости. Очень люблю эти пончики сладкие. Вот такие тоже. Очень красиво все здесь оформлено. И разнообразные бочки. Ну и опять же само помещение нашего ресторана. Всем привет! Сегодня мы пришли поужинать в итальянский ресторан в нашем отеле. Вот такие нам уже принесли закуски к еде. Здесь тертый сыр, чеснок поликового масла, закуска из оливок протертых и из перца протертого. И булочки, водичка и ждем нашу пасту. В этом ресторане обслуживание по меню. Вы заказываете какое-то блюдо из меню и специально для вас его готовят. Также в соседнем ресторане у нас шведский стол можно купить. По цене вечером 300 фунтов с человека. И там в шведский стол можно брать все, что угодно. Но тематика ужинов меняется. И сегодня, допустим, там более острая еда. Вот такую нам принесли пасту. Это фетучини с соусом болонезе. Вот у меня карбонар-распагетти с говяжьим беконом. Так что всем приятного аппетита. Каждая паста стоит по 100 фунтов египетских. Плюс также налог 20 с чем-то процентов. В отеле большой бассейн. К сожалению, без подогрева. Но мы все равно купались. Также в отеле есть маленький зоопарк. Территория ухоженная, красивая и довольно большая для городского отеля. Поэтому местные пары часто проводят здесь свадебные фотосессии. А в выходные даже устраивают свадебные банкеты с музыкой и танцами. Посмотрите, тут фотосъемка для одной пары. А чуть-чуть подальше одновременно и для второй. Посмотреть на это интересно, но будьте внимательны. Окна нашей комнаты как раз выходили на банкетную зону. Поэтому иногда по вечерам было шумно. Сама наша комната была хорошая, чистая. Все работало без нареканий. Особенно понравилась красивая ванная комната и современная душевая кабина. Извините, что показываю только фото. Мы очень торопились. Уезжали из Каира на Красное море. В следующих видео покажу вам, как же здорово мы отдохнули в Кургаде. Поэтому обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить. И задавайте вопросы в комментариях. Я всегда всем отвечаю. Ставьте лайки. Увидимся с вами еще. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok